Представить себе казаков без традиционного гостеприимства и хлебосольного стола просто невозможно. Это еще раз подтвердил городской конкурс, который проводится в Невиномыске. Гостей фестиваля встречали разнообразными блюдами, приготовленными по старинным рецептам. Вот я, потапцы, шуруборки. Вот шуруборки. Это те же пельмени, только запеченные со сметаной. Потапцы, это раньше казаков, встречали. Нежданно, когда они приходили домой, жарили хлеб. Вначале сало, потом хлеб, чесночок, зелень. Встречали казаков. Подкрепились, удивились, пообщались. Можно и праздник начать. Славные традиции казачества – это еще песни да пляски. В этот день конкурсантам предстояло выступить в трех номинациях. Песня, танец и обряд. А жюри – отыскать настоящих звезд казачьего фольклора. Больших и маленьких. Очень приятно, что много у нас сейчас молодежи, дети. Самая начальная ступень – это детские сады. У нас проявили интерес к этому конкурсу. Если 8 лет назад начинался конкурс с 12 участников, то в этом году на сцене уже 38 коллективов. Как профессиональных танцоров и вокалистов, так и самодеятельных. Главное, чтобы сумели передать атмосферу и показали самобытные традиции своих бабушек и дедушек. Приоритетом являются старинные казачьи песни в традиционном исполнении. А на воде, ну сейчас мы можем магнитофон послушать, с экрана телевизора столько много этих песен идет. Кстати, отметили почетные гости праздника. Фестиваль уже себя перерос. Возрождать и развивать казачью культуру и традиции нужно не только на сцене местного культурно-досугового центра. Пора выходить на более высокий уровень. Очень много тепла, уюта настоящего. Уверен, что в следующем году формат будет совершенно другой. Это правда круто. Это правда очень сильно. В финале определили победителей. Все участники получили грамоты и подарки, а зрители – огромное удовольствие от душевного фестиваля. Ирина Ивановская, Ставропольское телевидение. Продолжение следует...